Так, ребята, привет всем на канале TradeMaster. В сегодняшнем ролике я хочу вам показать, как можно заработать на новой команде недели. Для примера мы возьмем текущую команду недели, в которой есть очень много игроков, классных для инвестиций. Я хочу вам рассказать, какое лучшее время покупки, лучшее время продажи, кого именно можно покупать и как правильно мониторить игроков. Лучшее время покупки будет во вторник, во время СБЧ за центральные матчи. Именно тогда, когда люди будут открывать паки. Центральные матчи выходят 21.00 по московскому времени и в промежутке с 21.00 до 23.30, например, цены будут всегда ниже, чем обычно. Это и будет время вашей покупки. Время продажи на следующий день или даже в четверг, когда люди получат награды за Викинг Виву и когда люди будут покупать себе игроков под свой состав. Дальше третий вариант. Это кого именно лучше покупать. То есть лучше покупать. Для меня самые классные инвестиции это, наверное, будет Калашина. Потому что он, наверное, лучший левый защитник АПЛ. И плюс игроки АПЛ, они всегда быстрее остальных набирают в цене. Они лучше растут. Дальше также классные инвестиции будет Деликт. Конечно, линковать его не так уж и просто, но в Аэродивизии есть также классный правый защитник, есть Лозану, есть неплохой вратарь. То есть, в принципе, что-то придумать с этим можно. Но единственный минус этой карточки, то, что он получит 100% ТОЦа и, соответственно, цена на его информов существенно упадет. Также классной инвестицией будет Миранда и Алаба. Потому что Миранда это топовый защитник. И я бы его даже поставил наравне с Бенатья, который стоит где-то 75 тысяч сейчас. Также классной инвестицией будет Лингард и Паулинья. Волкера я трогать совсем не хочу, потому что карточка, конечно, очень дорогая. И дорогие карточки очень тяжело спрогнозировать, как они пойдут в цене. Теперь мы поговорим о ценах и как правильно мониторить игроков. Начнем с того же Калашинаца. Для того, чтобы понимать, какие цены и за сколько данного игрока покупают, надо идти на последние минуты и добавлять себе в список наблюдения самые дешевые его карточки. И смотреть параллельно, за сколько люди его готовы купить. Надо это делать где-то 2-3 раза в день, чтобы понимать, какие цены вечером, ночью и утром. Самая низкая цена, по которой я его видел, это было 70 тысяч. Если завтра цена упадет до 70 тысяч опять, то я думаю, это и будет ценой покупки. Дальше. Следующий игроков будет Деликт. Самая низкая цена, по которой я его покупал, было 38 тысяч. Сейчас он, по-моему, стоит 40. Но с уверенностью в 100% я вам скажу то, что завтра он будет намного дешевле. И я думаю, он очень вероятно упадет даже до 36 тысяч, 35 тысяч. И это и будет его покупкой. Дальше. Миранда. Самая низкая цена, что я его видел, это было 65 тысяч. Ну, это был классный снайп, в принципе. В общем, он держится так в районе от 70 тысяч до 82 тысяч. Вот этого уже купили. Так, сейчас мы еще поговорим о следующем игроке, который меня интересует. Это Алаба. Да, карточка дорогая, но карточка достаточно прикольная и увлекательная, потому что его можно прикольно линковать с тем же Боатенгом, с тем же Видаем. Ну, я его видел лично за 250 тысяч. Сейчас он дороже. Карточка достаточно редкая, потому что высокий рейтинг и это кручу так, чтобы очень играбельные игроки не так часто выпадали в паках. Ну, цена покупки, я надеюсь, если он упадет до 230 тысяч, 220 тысяч, я, наверное, рискну его купить. Но, в общем, чем дороже карточка, тем более риск то, что вы можете на нем прогореть. Вот. Очень классная инвестиция. Мои любимые, наверное, тоже. Будет Паулиньо. Этого игрока покупают просто все. Карточка крутая. Очень напоминает Фернандиньо, который стоит больше 200 тысяч. Самая низкая цена, по которой я ее видел, это было, по-моему, в четверг, на второй день, когда он только в паках выпадал, и его продавали за 115 тысяч. 115-20 тысяч. Но потом, когда люди, наверное, попробовали на Викинги, когда сперва покупали, им эта карточка понравилась. И, соответственно, цена поднялась до 170 тысяч. Сейчас он дешевле. Сейчас он стоит где-то 130 тысяч, да? Но завтра, с уверенностью в 100%, я думаю, он упадет до 120. И за 120, я думаю, можно будет его их покупать. 120. Ну, в идеале, конечно, 115. Но посмотрим, как сильно цены обрушатся. Вот. И последнее, наверное, такое инвестиции будет Ридингард. Конечно, минус в том, что Ридинг 84, он часто выпадает в паках. И, ну, соответственно, его много на маркете. И чем больше карточек на маркете, ты ниже цена. Но, к моему удивлению, он свою цену держит очень высоко. Сам, его, его дно цены, просто, это было, по-моему, 80 тысяч. Ниже я его никогда не видел. И если завтра он тоже опустится до 80 тысяч, это будет покупкой. Потому что, да, рейтинг высокий, но Манчестер Юнайтед и Премьер Лига, она решает. Большие карточки, такие как Бэйл, ну, блин, ребята, это риск. То есть, скоро тот, должен понимать, что люди могут получить за 1 миллион карточку, например, того же Мертенса с рейтингом 97-98. Ну, то есть, посмотрим, какие, конечно, рейтинги будут ей. Но, ну, покупать Бэйла, ну, разве что он упадет до 800 тысяч. Тогда, да, тогда можно рискнуть. Потому что, чем дороже карточка, тем больше потом вам платить налог. Вот. И чтобы понимать, какие, как, ну, как цены движутся, просто заходите в список наблюдения и смотрите. Вот, Делинф продается за 40. То есть, даже сейчас можете его покупать за 37, перепродавать за 40. Потому что, он стабильно за 40 продается. Вот. И так же наблюдаем за каждой карточкой. И принимаем решение. Ребята, если есть вопросы по данному ролику, задавайте их. Также подписывайтесь в группу ВКонтакте, которая будет, ссылочки в описании. На мой Твич канал, на котором я время и время провожу стримы. И спасибо вам за просмотр. Спасибо за поддержку. Ставьте лайк, подписывайтесь. И удачи вам в трейде, ребята. Счастливо. Счастливо. Счастливо.